приветствую вас на канале top traders меня зовут виктор и я участник команды эта рубрика крипто news и только в этих видео можно узнать то что думают ребята в команде о тех или иных событиях крипто мире хочешь узнать о чем мы говорим подписывайся на наш канал а в этом видео я расскажу про патенты от nike метавселенную от microsoft как google пробует крипту на вкус немножко про мэра нью-йорка узнаем что нового сальвадоре и что интересного происходит в мире nfc так что устраивайтесь поудобнее и впитывайте информацию пожалуй начну с google материнская компания грей скайл под названием digital currency group получила 700 миллионов долларов инвестиций при оценке в 10 миллиардов раунд возглавил софтбэнк и компания под названием capital g это подразделение прямых инвестиций alphabet материнской компании google digital currency group это компания под крылом который находится собственно сам грей скайл у которого 50 миллиардов активов под управлением крипто кредитор генезис и новостное издание по indes и не забываем что грей скайл совсем недавно подала заявку на спотовый bitcoin и т.ф. так что digital currency group компания просто идеальный вариант для того чтобы у google была своя часть скрипта пирога кстати в прошлом видео я говорил о том что наверняка крупнейшие технологические компании в сша активно работают над метавселенными упоминал и про google но пока довольствия тем что они аккуратно входят в крипту думаю что про мистер вселенной мы от них услышим чуть попозже apple пока молчит а вот microsoft не заставил себя долго ждать компания тоже включается в гонку развития метавселенных но с присущей и оттенком компания анонсировала решение mesh которая будет встроена в team с таким образом они собираются предложить решение для организации виртуальных деловых встреч сотрудников бизнесов звучит конечно не так впечатляюще как этого можно было ожидать однако это только начало microsoft строит такой сервис чтобы можно было пользоваться и без специального оборудования такого как очки виртуальной или дополненной реальности но в целом это будет выглядеть как встречи 3d аватаров в полноценном виртуальном мире с полным погружением и вот это уже звучит интереснее подразумевается что искусственный интеллект будет отслеживать речь и движение и анимировать аватар бизнеса смогут создавать свои собственные виртуальные миры куда видимо тоже нужно будет вставать с утра пораньше попробовать уже можно будет следующем году надеюсь результат их работы не будет разочаровывающим и продвинет развитие метавселенных еще дальше как централизованных так и и децентрализованных вот что еще интереснее вот вы задумывались как вы будете выглядеть в этих новомодных метавселенных какая одежда на вас будет или какие кроссовки если нет но ничего страшного крупные бренды стараются думать наперед к примеру nike всем известный бренд подал заявки на 7 торговых марок это собственно сам nike слоган just do it их логотип галочка и другие названия известные такие как r jordan компания активно готовится к надвигающемуся будущему где не совсем обязательно нужно будет иметь дело со сложными логистическими цепочками которые повышают инфляцию в сша и заводами во вьетнаме можно будет просто создать виртуальную модель кроссовок и продавать по всему миру идеально же ставь лайк если тоже нравится идея будет интересно посмотреть что у них в итоге получится ну из каких метавселенных они начнут но ясно одно если все будет публично то подделать виртуальные кроссовки будет уже не так просто свои силы в криптоиндустрии пробуют и многие другие бренды вот например burger king fast food бренд который имеет в мемы анонсировал компанию по выдаче токенов доджи за покупку бургеров плюс можно поучаствовать в розыгрыше целого биткоина или эфира выплаты будет производить робин гуд брокер сша который пользуется популярностью молодежи и завсегдата и фреддит а вот макдональдс просто устроил розыгрыш у себя в твиттере и нефти токена который можно будет обменять на бургер но очевидно никто в здравом уме этого делать не будет так что бренды двигаются в сторону крыты в основном за счет использования нефти токенов еще один интересный пример компания бадвайзер которая запускает идти коллекцию а помогает в этом компания winner nfc основанная крипто инфлюенсором гэри винарчаком из-за этой компании точно следует последить потому что создана на а как раз для того чтобы помочь крупным брендом по новому монетизировать свою аудиторию пионером стал пивной бренд посмотрим на результаты их работы и с нетерпением ждем новых анонсов а еще квентин тарантино анонсировал продажи нефти токенов которые будут содержать вырезанные и ранее не опубликованные сцены из фильма криминальное чтиво и в этом интересно не только то что тарантино в курсе про nfc и что за столько лет у него все еще остался какой-то невиданный материал но это что продажи будет происходить в секрет network а продаваться будет секрет nfc и особенность в том что данные владельцы и метадата токена будут закрыты что кардинально отличается того к чему мы все привыкли в эфире без сомнения аукцион пройдет успешно и привлечет внимание многих разработчиков к решениям которые предлагает секрет network мы счастливы венцент потому что они открывают двери для совершенно нового вида и найти токенов и проекты в целом ну и вернемся в реальный мир в нью-йорке избрали нового крипто френдли мэра еще на предвыборном этапе он заявлял что хочет сделать нью-йорк самым дружелюбным городом по отношению к криптовалютам и это очень напоминает прэнсиса суареса мэр майами который активно продвигает внедрение криптовалют в своем штате так вот эрик адамс мэр нью-йорка заявил что готов получить ближайшие три зарплаты в биткоинах это было ответом на твит мэра майами который получит следующую зарплату в крипте кроме этого эрик готов запустить городскую криптовалюту по принципу той что работает майами и уже принесла миллионы долларов в казну конечно это может показаться незначительным или неинтересным но когда люди обладающие властью готовы на эксперименты это не может не радовать конце концов из их экспериментов может выйти что-то путное глядишь и регулирование будет не таким жестким и раз уж разговор зашел об экспериментах то вы уж наверняка помните про первую страну которая включила биткоин свои резервы сальвадор оттуда пришли новости мало того что они еще при купили битка на просадке блин целая страна как фонд какой-то но он так они еще использовать заработанные от роста курса средства на что-то действительно важное во-первых они начали строить больницу для животных что не может не радовать а во-вторых президент букель анонсировал строительство дополнительных 20 школ за счет полученных средств да мы тут на другом конце планеты возможно не знаем всех подробностей и нюансов но звучит это прям очень круто мало того что страна стала первой по сути идет неизведанной тропой так у нее еще и что-то получается и очень надеюсь что они там соблюдают риск-менеджмент не котлетят и адекватно воспринимать ситуацию потому что вечного роста не бывает а на этом у меня все мнение команды о новых событиях обсудим следующем видео пропускать его не нужно поэтому подписываемся на канал и бьем в колокольчик всем прибыльной недели счастливо